У единого национального тестирования теперь новый формат. Экзамены разделены на два этапа. Итоговая аттестация для выпускников школ и сдача ЕНТ для поступающих в УЗЭ. Итоговую аттестацию будут проходить абсолютно все одиннадцатиклассники. Обязателем для сдачи итоговой аттестации будут четыре предмета. Родной язык и литература будут сдаваться письменно в виде эссе. Алгебра и начало анализа будут также письменным экзаменом. История Казахстана – экзамен устный, по билетам. Экзамен по казахскому языку или русскому для школ с казахским языком обучения пройдет в виде тестирования. Пятый предмет на выбор также будет в виде тестов. ЕНТ в почти привычном формате теперь будет залогом для поступления в УЗЭ. Здесь предусмотрено три обязательных предмета. Это математическая грамотность, грамотность чтения и история Казахстана. А также два предмета на выбор, каждому по своей специальности. В этом году новый формат ЕНТ делает упор на проверку логики абитуриента и его способности к анализу. Будет много заданий, где нужно будет оценивать информацию, сравнивать и обосновывать собственную позицию. Максимальное количество баллов, которые абитуриент сможет набрать на ЕНТ – 140 баллов, а проходной балл – 50. В школах города уже начали готовиться к новому формату тестирования. Выпускники первой школы почти каждый день решают задания испробных тестовиков. Готовятся к итоговой аттестации в школе, а потом к сдаче ЕНТ для поступления в УЗЭ. В чем-то, возможно, легче, в чем-то, возможно, тяжелее. Выбрав специальность, мы можем заниматься под двум профильным предметом и только по ним, уделять им большее количество внимания. Но в какой-то мере это даже сложнее. Но мы готовимся, чтобы преодолеть все сложности. В 2017 году ожидается больше 130 тысяч выпускников по всему Казахстану. Первый этап нового формата ЕНТ пройдет в начале июня. Второй затронет конец июня и начало июля.